Чемпионат Европы 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 На самом деле хотелось бы от вас услышать какие-то подробности, в частности того, как вы развиваете бодибилдинг в Азербайджане, во что это выливается и что будет в 2015 году. Я благодарен Бугарову за благодарность, за ту оценку, которую он дал на меня. Вы знаете, я каждого члена нашей команды осматриваю как своего, ну не ребенка, может быть громко сказано, но родного для меня и близкого человека. И результат каждого, успех, его выступление для меня, ну, весьма листом и значим, боюсь. Ну, вот поэтому, значит, они таким образом к этому относятся. И, собственно говоря, в жизни каждого из них я принимаю своими участиями. Ну, считаю, своим долгом делать это. Что касается будущих соревнований, я считаю, что это одна из самых знаковых событий в истории не только азербайджанского бодибилдинга, но и мирового бодибилдинга. И, может быть, это будет громко сказано, потому что это проведение чемпионата, проведение турнира в рамках первых европейских олимпийских игр. Я считаю, что это огромный, огромный успех. И я жду от этого чемпионата достойного шага, достойного вклада в нашему олимпийскому бюджету. А уже какой-то репортаж инспекторский был, кто-то проверял готовность, какие номинации будут. Ну, поделитесь, пожалуйста, секретами, потому что люди, на самом деле, не знают ничего. Инспекции не будет, по-видимому, потому что... Потому что инспектор сам Рауф. Ну, потому что есть определенное доверие, опыт, значит, в организации соревнований 100-го высокого ранга. А что касается категории, это уже известный факт, значит, будет 5 весовых категорий в мужском бодибилдинге, до 70, до 80, до 90, до 100 и свыше 100. И две открытые категории в категории мужского и женского фитнеса. Категория мужского и женского фитнеса, она как-то выделяется среди всего прочего? Или все-таки это все одинаково, звенья одного порядка по классам с мужским бодибилдингом? Я думаю, что это изменя одного порядка, как и любой другой чемпионат, значит, который выходит в рамках международной федерации бодибилдинга. То есть, я считаю, что не тайно выделяется что-то, так сказать, нечто особенное. И каждому соревнованию, в каждой категории, в каждой номинации нужно выделять однаковое серьезное значение. И рассматривать, как важное событие в истории жизни. Через эти игры бодибилдинг становится ближе к тому, чтобы все-таки войти в олимпийское движение? Я сказал ранее, и опять же хочу подчеркнуть, что я думаю, что это будет достойным вкладом в нашу олимпийскую движение. Достойный вклад. Хочется пожелать удачи, достойного еще, так сказать... В общем, Рауф на самом деле тот человек, который превозносит бодибилдинг столько, сколько, если бы такие люди, как снайперы во время войны, которые, так сказать, работают. Это как снайпер, только не во время войны, не убивает людей, а помогает, делает определенные вещи. Если таких людей было не один Рауф, не два, не три, то, наверное, уже бодибилдинг не только в олимпиаде был бы, а уже был спортом номер один на всей планете. Спасибо большое, Рауф, за то, что интервью дали, и за то, что вообще вы есть. Спасибо вам большое. Я же хочу пожелать всяческих успехов всем слушателям вашей передачи. Мир вам и здоровья. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok